Вопрос такой, вот была такая ситуация, что я страдала паническими атаками, пришла к батюшке, когда во время исповеди рассказала, спросила, что это, духовное или телесное, ну, не дух. И вот он пошёл в алтарь, принёс книгу со старославянской молитвой, прочитал надо мной, и после этого у меня вот эти панические атаки прошли. Я рассказала вот в нашей группе, и Елена Гладыщук говорит, а возможно, говорит, это не от Бога, ну, а психосоматика. И я тоже себе допустила такую мысль, а вдруг это психосоматика? Вот не похулили мы Бога ли такой мыслью, что, ну, как, это от Бога, как бы, выздоровление, а мы свели на психосоматику, ну, человеческий такой этот. Ну, Бог знает, и поэтому, вот как власть бывает от Бога, а бывает допущена Богом за наши грехи, так что тут решать никак не надо. Доверились, помолились, поблагодарили Бога, и на этом держи. А мне надо благодарный молебен, да, заказать? Не надо ничего заказывать, не надо, просто молитесь, благодарите Бога. Не из этого не устраивайте какой-то такой торжественный, или отступаете когда, вот мы отступаем, не отступаем, мы просто молимся и благодарим Бога. А то, что вот мысль допустила, а вдруг психосоматика, вот это не хуление Духа Святого? Нет, вы даже об этом не думайте, благодарите Бога и всё, в эти глубины не опускайтесь, потому что имеем против тебя то, а дальше говорят, что ты не познал глубин сатанинских. Не надо, как он сказал, что там было, кто подошёл, какое подозрение, благодари Бога и на этом закончи. Слава Христу. Ещё вопрос, их всего четыре у меня. Второй вопрос. Вот ребёнка в садике обижают, и вот могу ли я поговорить сначала с тем ребёнком, который его обижает, а потом, ну, если он не поймёт при разговоре, то есть не ругать, а поговорить спокойно, то с родителем уже, с родителем поговорить, чтобы воспитать, ну, в плане воспитания как-то. Так, именно это и надо делать. У меня племянник жил, и я ходил в школу, они его оплёвывали, и сусиком обзывали. Они просто запретили, сказали, вы не имеете права с ребёнком разговаривать, вы должны сначала поговорить с родителями. Ну, хорошо, так и сделайте. Это правильно будет. Родителей там не было, я пришёл и отдельно разбирался, пошёл бы искать родителей, и вы можете с родителями сходить. Я поговорил с ними, и больше они не трогали его. Но мы же имеем право, да, вот у нас по Библии не запрещено, например, где-то там, что и с ребёнком, например, в начале... Нет, мы обязаны, написано. Если ты его не обрещаешь, Езекииля 3 глава 20 стиха 18, Господь говорит, я защищу себя за это. Наоборот, мы обязаны это сделать. Не просто можем делать, а обязаны. Третий вопрос. Вот в тот раз я ещё задавала. Вот когда я делаю добрые дела, у меня постоянно с очень тяжёлыми препятствиями происходит, и потом мне обходится вдвойне, как говорится... Мне хуже становится плохо. Мне сказали, что это искушение. А ну, или это всё-таки дело неблагоугодные дела? Может, как понять, искушение или это неблагоугодные дела? А может... То есть я пытаюсь помочь, там, ну, милостыню творю или какие-то моменты в плане малоимущим что-то там в чём-то помочь ещё где-то. Ну, это всегда через очень тяжёлые эти поступки. Вы всё делаете в пределах разумного. Не так, что дала, а потом мог зря, а дала. Дай-ка назад. Думай заранее, что нужно сделать. Непосильного времени не бери, не искушайся. Благодари Бога. И дальше в разные глубины исследования не надо это делать. Ты просто благодари с радостью. Благодарю тебя, Господи, за все твои милости и щедроты ко мне. И всё. Если ты видишь явный какой-то грех, порассуждай. Избери себе какого-то друга. Кто может вам помочь в этом? Ну, вот и позвонили, мы сразу рассудили. Вы никогда в эти рассуждения не входите. Нужно творить милостыню. Не надо искать, какие причины. Человек нуждается или не нуждается? Один вопрос. А не так, что пьяницы подали, он пошёл пропил. Тут надо благоразумие быть. У нас на всё к истинному православию ответы даются. Откройте эту книгу ещё раз и посмотрите. Да, да, читала. Ещё вопрос. Вот я, батюшки, когда исповедуюсь, он мне в ответ говорит, вот ты со своей исповедью, ты всё в этом, в роли раба, раба. Уже пора давно стать наёмником. Так кто мы всё-таки? Рабы Божьи или наёмники? Друзья, рабы и наёмники одновременно. Апостолы все пишут, раб Господень. А это не язычники сегодня, неоязычники. А мы не рабы. Они рабы греха, пророки тьмы. И человек, как от чумы, от них с проклятием отпрянет. И имена их презирать, своих детей научить мать. Вот так писал Прищеев. Просто он мне, как бы, так вот, ну... Ты, говорит, до сих пор на ступеньке раба, а уже пора давно на ступеньку наёмника подняться. Нет, это мы одновременно. Никаких ступенек тут нет. Мы и рабы, и наёмники, и друзья, и братья. Спасибо, Христос. И пятый вопрос. У меня сын задавал такой вопрос. Почему запрещается в пост, именно в пост есть именно животную пищу? А с чем это связано? Почему именно животная плаца? Ну, и какая-то другая, именно животная. Ну, какая? Уста, уста, пьяси, всё. Вот ему на машине едут. А почему зелёный ехать, а красный не ехать? Почему? Мы вопросов много можем задавать, можем отвечать, а можем пройти. Почему красный свет – это стоп везде? У лётчиков, у моряков. Везде. Почему? То есть, нигде такого, ну, ответа нет так, да? Да ему не надо искать. Я конкретно спрашиваю, почему красный свет – это тормозить надо? Знаете, нет? Нет. Красный свет – это инфракрасный, невидимый. Он вот дальше всего видится на 5 километров, а зелёный всего на полтора. А тогда почему запрещается отпуск животных? Ну, вот главное узнать, где тормозить надо. Остальное делайте, не сомневайтесь. То есть, не рассуждать и не отвечать? Не надо, не надо. Вам некогда будет работать. Вы только рассуждаете, думаете, и дальше у вас тоска, страх съедать будет. Написано, радуйтесь, ещё раз говорю, радуйтесь. Благодаря Бога за всё. Проникни в суть дел, которые окружают вас. И это по милости Божьей, и это по его долготерпению. Да слава тебе, Господи! Как всё устроено-то! Я даже не думал, что так случится. А вот всё случилось так, что как цепь какая-то, а одно звено с другим соединённое. Научитесь благодарить за всё. Супруг неверующий, он приглашает. Бывают, приходят у нас друзья, они неверующие. Ну, это муж, если делает, тут ничего не сделаешь. С ними можно побеседовать, поговорить. Но сами по гостям никогда не ходить. Я нигде не бываю, никогда. А зачем тратить время? Это в постные дни или вообще? Ну, просто у меня нет времени на это. Ещё я там буду делать. Пришли, всё не так. Я за этот день сколько бы сделал, а я там протисался. Теперь меня везут обратно. Я у человека отнял время. Я ему сую деньги за дорогу, он не берёт. У меня опять переживания. Не надо это. Живите спокойно, свободно. Понятно. Спасибо Христосу всегда. Аллилуйя. Отошёл. 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 Отошёл.